Памятный стих Папа вышел из гаража, держа в руках газонокосилку. «Иди возьми грабли и веник», — сказал он Жене. «Что случилось?» — спросил Женя. «Зачем ты взял газонокосилку?» «Наш сосед, Федор Иванович, лежит в больнице, поэтому мы пойдем и поможем Его жене навести порядок на их участке. Это то немногое, что мы можем сделать, пока Федор Иванович не поправится», — ответил Папа. «А как ты думаешь, есть ли что-то, что ты бы мог сделать для Иисуса?» Иисус присел в мягкую зеленую траву, росшую на склоне холма. Легкий ветерок приятно обдувал его лицо. Он улыбался, смотря как в воздухе танцевала маленькая бабочка с разноцветными крыльями. Она подлетела близко к его коленям, но затем упорхнула. Ученики поудобнее усаживались рядом. Был замечательный день. Иисус рассказывал им много интересного и поучительного. Им очень нравилось его слушать. Все затихли и устремили свои взгляды на Христа. Они ждали, что Он расскажет им еще одну историю. Учитель глубоко вздохнул. Он собирался поведать нечто очень важное. Он хотел рассказать им то, что ученики должны были всегда помнить. Однажды Сын Божий придет как царь со множеством ангелов. Начал Иисус. И Он сядет на царском троне. Все люди земли, которые жили, живут и еще будут жить, увидят его. Тогда Он разделит всех на две группы. Точно так же, как пастух отделяет овец от козлов в стаде. И царь поставит хороших людей, которые его любили, с правой стороны, продолжал Иисус. Затем царь повернется к праведникам, которые стоят по правую сторону и скажет им. «Когда я был голодным, вы накормили меня. Когда я хотел пить, вы дали мне воды. Вы приютили меня, когда я был странником. Вы одели меня, когда я был наг. Когда я болел, вы ухаживали за мной. Вы приходили ко мне даже в тюрьму. И теперь я хочу поблагодарить вас и дать вам в награду царство, которое Бог приготовил для вас еще от создания мира». Иисус прервался на минуту. Он хотел, чтобы люди обдумали Его слова. Затем Христос продолжил. «Праведные люди с удивлением посмотрят на царя и спросят, когда мы видели тебя голодным или жаждущим? Когда мы приглашали тебя домой? Когда мы давали тебе одежду или навещали в тюрьме? И тогда царь скажет им, «Когда вы заботились о тех, кто в этом нуждался, вы делали это для меня». «Потому что если вы делали это для братьев и сестер, значит, вы делали это для меня». Затем царь обратится к людям, стоящим слева. Продолжал Иисус. «Вы не накормили меня, когда я был голоден. Не дали мне пить, когда я жаждал. Вы не пригласили меня в дом и не посетили меня в тюрьме». И они в негодовании спросят в ответ, «Когда мы видели тебя голодным, жаждущим, больным в тюрьме и не помогли тебе?» И тогда царь ответит, «Когда вы видели моих младших братьев и сестер в нужде и отказались им помочь, вы отказались помочь мне». Иисус остановился. Больше всего Иисус Христос желал, чтобы Его ученики поняли, о чем Он говорит. Он хотел научить их любить друг друга так же, как Он любил каждого из них. И Он хочет, чтобы и мы тоже этому научились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова